приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодняшнем видео хочу поговорить об смоле об смоляных колесах так как многие подписчики спрашивают как правильно обрабатывать как правильно отпиливать отрезать смолу как и чем ее красить в этом видео я хочу вам все рассказать многие боятся смогу покупать просто из-за того что им кажется что с ней сложно работать например вот колеса для урала 4320 они даны в наборе вот такими вот литниками где мы видим две части от диска передняя и тыльная часть и вот есть такие вот следы как бы как их назовем питателей которые также надо аккуратненько убрать простым санговым ножом и кусачками это конечно же будет сделать проблематично и даже в принципе нереально для этого в продаже есть такие вот пилки пилка от фирмы томия одна и вторая но такие пилочки для колес особо не подойдут они подходят больше для мелкой смолы для мелких смоляных деталей а для крупной смолы например колеса я вам хочу посоветовать пилочку от фирмы олфа с крупным зубом и сразу друзья подготовьтесь работа грязная поэтому постелите что-нибудь так как будет очень много пыли я для этого буду использовать старый модельный коврик но опять же можно пилить рукой а можно вставить данное лезвие в цанговый нож мне например вот этот питатель будет легче и проще срезать держа пилку в руке я не сильно буду надавливать и аккуратно буду спиливать видите прошло пару секунд и данная ненужная вещь была удалена да здесь если постараться конечно можно как-то что-то еще подпилить подровнять мы это зачищу бафом или наждачкой и данной стороной где у нас пил просто модель будет стоять на поверхности ничего страшного здесь я не вижу более тяжелее конечно же отпилить диски поэтому нож я вставлю в цангу точнее пилку вставлю в цангу и начну отпиливать под данные ножи еще конечно было бы неплохо приобрести более широкую цангу и более глубокий патрон чтобы можно было полностью вставить пилку принципе в металлический нож зажалось хорошо и главное не бойтесь вот примерно видно полоску по которой надо пилить и ровненько аккуратненько начинайте не спеша работать пилкой мне больше удобно вот так вот держать деталь и пилить даже если вы немножко скосите ничего страшного потом будет просто обработать наждачной бумагой выровнять примерно на каждое колесо у меня уходит пять минут если не спеша все делать снимаю специально не ускоренном режиме дабы вы увидели сколько уходит время на то чтобы отпилить деталь вот передняя часть диска друзья отпилена заднюю от пилю уже за кадром отпилил элементы диска как видите только от одного спиленного колеса одной спиленной детали сколько образовалась мусора теперь представьте сколько вот этой грязи будет с целого набора спиленных деталей сейчас приберусь и продолжим дальше сейчас проверим как все встанет в диск видите все становится на щелчок вот друзья как получилось колесо в сборе теперь прежде чем красить я рекомендую хорошо обработать их я буду обрабатывать спиртосодержащей жидкостью для того чтобы обезжирить деталь не все друзья могут работать с грунтовками пример я тоже очень не люблю работать с грунтовками поэтому стараюсь обходиться без грунта но все детали все модели перед покраской хорошо обезжириваю спиртом окрасить буду красками можно использовать для покраски томию xf 85 черный для резины rubber black или можно использовать краску от мистер хобби h77 также переводится резиновый черный очень нравится мне данные цвета и очень достоверно смотрятся ну а диск для того чтобы покрасить диск буду использовать цвет x18 полуматовый от фирмы но если вам надо автомобиль покрасить в камуфляж то диск можно покрасить или в зеленый цвет или в двухцветный камуфляж ну смотря какой вид камуфляжа вы будете наносить на модель сейчас я обезжирю после того как все просохнет приступлю к покраске мне конечно больше нравится обезжиривать с аэрографа друзья сейчас заправлю аэрограф и покажу как я обезжириваю ничего сложного в этом нет хорошим сильным напором стараюсь все вымыть также для аэрографа очень хорошо прогнать спирт через него остается там акриловые краски они боятся спирта хорошо растворяются и умываются так вот все все вот И потом также воздухом стараюсь немного высушить. Сперт испаряется быстро. И точно так же проделываю все с набором колес. Продолжение следует. Подготовил колеса, подготовил рабочую поверхность для покраски. И сейчас заправлю аэрограф, подготовил краску и начнем красить модель. Покрываем тонким слоем, чтобы хорошо все прокрасилось. Не спеша. Краску всегда развожу жидко. Пусть я лучше нанесу несколько слоев краски, чем задуть это все одним. Когда наносите несколько слоев краски, например, как я не грунтую. Когда я заметил, все-таки краска намного лучше и крепче держится на модели. Чем если взять, плохо развести, сразу дунуть и оставить один слой. За тоненьким слоем, тоненьким слоем вы проходите. Оно везде попадает и не остается на модели ни прокрасок. Покрываем тонким слоем, тоненьким слоем. После того, как покрасил одну сторону колес, даю минут 10 просохнуть, потом меняю салфетку, переворачиваю их и крашу другую сторону. Кажется, вот все хорошо покрашено, но если повернуть, то видно небольшие непрокрасы. Но все это мы, друзья, закрасим с вами без проблем. Сейчас перекладываем тыльной стороной и начинаем покраску. Можно сразу шесть колес тоненьким слоем задуваем. И равномерно, равномерно поворачивая лист бумаги, потом будем продувать все непрокрасы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие колеса. Теперь внимательно осматриваем. Надо пройти еще краской по протектору колес. Чтоб не осталось никаких непрокрасок. Теперь хорошо пробуваем. Можно большим накором, так как не сильно большим, уже краска ляжет хорошо. Равномерно лево-право, лево-право. И так повторяем со всеми колесами. С колесами разобрались, теперь начнем задувать диски. Сначала задую на запаске, а потом и остальные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончил с покраской резины. Так вот, все получилось. Не знаю, как будет на видео видно, хорошо, не хорошо. Но после видео сделаю специально фотографии. После того, как все хорошо высохло, краска Томея, краска Мистер Хобби, очень хороша, что она очень быстро сохнет. Я одел диски на колеса. И главное, когда одеваете диски, не перепутайте стороны колес. Левую сторону три колеса и правую сторону три колеса. Можно нечаянно одеть все на одну сторону или в разнобой. Уже тонировать, пачкать пигментами буду после того, как соберу автомобиль Урал и буду ставить их на машину. Потому что еще не определился, как я буду красить ее, как буду грязнить. Сильно, не сильно. Но кому интересно, подписывайтесь на канал, оставайтесь на канале. Скоро начну строить автомобиль Урал и покажу, как я тонирую данные колеса уже в следующих видео. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok